Прошло уже практически два месяца с того момента, как я вам рассказал о своем рекорде дохода на пульс, и вот я поставил новый рекорд. Новый рекорд заработка на пульсе. Об этом я сегодня вам расскажу, расскажу почему не очень хорошо получать такой доход каждый день. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Если вы помните, то два месяца назад, 1 апреля, я вам показывал статистику, где был доход за день 5564, если я не ошибаюсь. Ролик с этим доходом я в подсказках прикреплю, посмотрите. В общем, прошло где-то два месяца, сейчас, 29 мая, и новый рекорд получилось поставить 24 мая. Ну то есть практически два месяца, ну не считая нескольких дней. Так вот, новый доход это 6463 рубля с копейками, 81 копейка еще. Конечно, к сожалению, недельный доход побить не получилось. Там выходило в апреле где-то 19500, сейчас вышло, ну к сожалению, на 22500 меньше, 17000. И там, и тут, последний день он еще не подсчитал. Но там последующие дни после этого рекорда выходило где-то по 3000, 3500, сейчас где-то по 2000. Ну то есть первые два дня выходило строго по 2000, потом получилось 2293, и на следующий день 2771 рубль. Сегодняшний день он еще не подсчитал, ну пока что показывает 308 рублей, но как мы знаем суббота, а суббота не самый лучший день для рекламы. Ну то есть доход будет низкий, просмотры, может даже и возрастут, но тем не менее за них платят не так много, как хотелось бы. Суббота, воскресенье вот такие вот дни. В апреле такие цифры он показывал по середине недели, а предыдущие выходные вообще показывал по 2000. Ну то есть средний доход все-таки был побольше, чем сейчас. Возможно это связано с тем, что на пульсе сейчас появилось намного больше авторов. Ну как вы знаете, приглашение, инвайты всем, кто приведет новых авторов до 30 числа, обещали, что выплатят по 3000, если эти авторы будут одобрены. Ну собственно вот, скорее всего наплыв авторов и сказался на этом. Доход у нас немножко просел, то есть деньгами приходится делиться. Кстати, я и другие авторы наблюдали одну странную картину. То есть вот до этого пика, когда вот эта статья выстрелила, она набрала там 93 тысячи просмотров, ну то есть очень большое число. И при этом там получил я с нее, как я уже показал, 6 тысяч с лишним, 6,5 тысяч. Так вот раньше за это платили чуть больше, а раньше бы я за это получил ну где-то тысяч 9 рублей. Понятное дело, что это связано и с количеством блоков рекламы в статье, понятное дело, что это связано и с дочитываемостью, то есть дочитали ли до самого конца, посмотрели ли второй блок, третий и те блоки, которые в конце. Так вот, для этой статьи очень странная статистика получилась. Там процент дочитываний показан 38%. Не знаю почему, но то есть при CTR довольно высоком, за 12% она не дочитывалась до конца. Может это какой-то сбой в статистике. Тем не менее, вот такие показатели. Кстати, у меня у одного знакомого, который тоже пишет на пульсе, тоже однажды выстрелила статья, набрала там 5000 с лишним, и у него средний процент дочитываний тоже был очень низкий. Я не знаю, глюк ли это. Он говорит, что глюк, ну я не согласен, возможно при высоком CTR, и когда люди заходят, средний показатель может быть вполне таким. Это как в анекдоте. Если вы едите капусту, а ваш начальник ест мясо, то в среднем вы едите голубцы. То есть средние значения, они такие, плавающие довольно. Тем не менее, статья прекрасно крутилась, прекрасно показывалась, и с нее, скажем так, прекрасный доход 6500. Учитывая то, что у меня два канала на пульсе, второй принес чуть больше 500 рублей, получилось суточный доход с одного только пульса где-то 7000 рублей. Довольно неплохая сумма. Но на самом деле такая сумма, если будет приходить каждый день, то это не очень хорошо. Все дело в том, что мы зарегистрированы, ну большинство из нас зарегистрированы как самозанятые. Доход самозанятого в год не должен превышать 2 миллиона 400. Если он превышает, то самозанятый автоматически становится не самозанятым, то есть снимается с НПД. И в итоге что ему остается? В итоге ему остается становиться ИП. ИП становиться это такой вот лишний геморрой, скажем так. Я, конечно, не юрист, но и насколько я знаю, если бы мы работали с простыми заказчиками разными, то мы могли бы с ними после вот этого превышения порога в 2400 работать с остальными по договорам гражданско-правового характера, ГПХ. Но поскольку мы работаем с пульсом, с Яндекс.Дзеном, то мы так сделать не можем. У нас остается только один вариант ИП. Ну и если посчитать наш доход, допустим, он у нас превышает 2400. 2400 это, ну разделим на 360, получится 6666. То есть получив 7000 я превысил суточный лимит. Но дело в том, что у меня остальные дни остаются такими же с не очень высоким заработком. Ну как не очень высоким, вот эти 2-3 тысячи, они в принципе довольно высокий заработок, но он не превышает вот этот вот лимит в 2400 в год. Поэтому у меня все нормально. Но если бы было 7000 каждый день и больше, то, конечно же, пришлось бы перейти на ИП. Почему я не очень так вот стремлюсь стать ИП? Дело в том, что у меня есть знакомые, которые перешли на ИП. Причем это был не один человек, а несколько. Так вот, многие из них жаловались, что начиналась какая-то билиберда. По крайней мере у тех, кто на Дзене. Человек зарабатывал по несколько тысяч в день. Там 5000, 4000, неважно, это разные люди были. Так вот, после перехода на ИП некоторые начали жаловаться, что доход упал просто в ноль. То есть у них был нормальный такой доход, зарабатывали деньги, все хорошо шло. Тут бах, переключились на статус ИП и бам, и все. 300 рублей, 200 рублей, ну то есть в десятки раз упал доход. И они обращались в поддержку, где им просто сказали, что вероятно к вашим материалам просто упал интерес. Но вот так вот, как это так совпало, что ты переходишь на ИП и моментально падает доход. Совпадение, несовпадение, ну тем не менее, вот так вот произошло. Я конечно сам лично в их личный кабинет, простите за тавтологию, не лазил. Но тем не менее, я склонен им доверять, что так и произошло. Потому что у меня на Дзене тоже множество всяких таких вот казусов случалось. Хотя последний казус был вполне себе приятный. На канале, на котором я не веду, ну так периодически выкладываю статейки, я как-то вчера захожу, а у меня там 500 рублей пришло. Причем за определенный день. Я смотрю этот день в статистике, там всего 700 человек. Получается, я получил практически по рублю за каждое посещение моей статьи. Отлично, спасибо Дзен, продолжай в том же духе. Сегодня, правда, на этом канале уже 60 рублей пришло, ну что поделать, не каждый день же радоваться. Но это что касается Дзена. Как я уже говорил, я веду несколько каналов на Дзене, на Ютубе, на Пульсе. Так вот, я замечал, как бы и на Ютубе замечал, что было некоторое проседание. И мне некоторые жаловались и писали, что у них упали доходы, что у них упала там дочитываемость, что у них упали посещаемость. Вот эти все параметры как бы скатились вниз. Да, я тоже такое наблюдал, может быть и вы наблюдали на своих каналах. Возможно, это связано с тем, что конец месяца у рекламодателей закончились бюджеты, и они еще не успели заложить новые. Как только заложили, все пошло в рост. Ну то есть у меня сейчас статистика более-менее нормальная. Но учитывая то, что я сделал все-таки эту скидку на то, что много авторов новых пришло на пульс и продолжают приходить, инвайты раздают. То есть до 30-го числа еще есть время, и люди как бы надеются, что вот они успеют и пройдут проверку. Я, к сожалению, за эти инвайты не получил ни с кого по 3000 рублей, ну и ладно. Зато я наблюдал такую картину, что раньше инвайтов ни у кого не допросишься. Никто не хотел отдавать свои инвайты, авторы как бы их берегли как зениц око. Сейчас в комментариях даже под моими видео, даже мне в личку пишут «Игорь, у меня есть 10 инвайтов, готов там дать кому-то, если нужно». Но на самом деле во всех этих рекордах нет никакого смысла. Это просто красивые циферки, чтобы перед друзьями можно было похвалиться. Все дело в том, что... Ну давайте сравним. Вот, апрель, когда у меня был рекорд 5500, доход за месяц составлял где-то 87 тысяч. Сейчас максимальный суточный доход, ну то есть вот этот рекорд по сути вырос. Он стал там 6463, по-моему, как я говорил. Но, тем не менее, за этот месяц у меня получилось заработать, ну где-то 64-66, потому что месяц еще не закончился, посмотрим, что там будет. Но мне кажется, повторения вот за эти 2-3 дня такого высокого заработка уже не будет. И то есть получается, что суточный доход-то он выше был в определенные дни, но в среднем за месяц получилось заработать, ну, не намного меньше, но немножко поменьше. Понятное дело, что, возможно, это обусловлено тем, что у нас в мае было 10 выходных дней, ну то есть с 1-е там по 10-е мае были выходные, и рекламодатели неохотно тратили деньги на эти дни, ну то есть зачем им тратить деньги, если все равно никто ничего покупать не будет. Люди там развлекаются, люди ездят на шашлыки, и как бы бюджеты рекламные приостанавливаются на это время, плюс никто не работает. Про то, почему не работают в майские праздники, я снимал видео, если что, в подсказках его прикреплю, посмотрите. Но вот чтобы составить более-менее объективную картину и понять, снизился ли доход после того, как куча новых авторов пришли на пульс или не снизился, нужно посмотреть, что будет в следующем месяце, когда не будет праздников, когда вот эти вот авторы, которые сейчас наприглашали, они многие еще проверку не прошли, вот чтобы посмотреть, когда они пройдут проверку, когда они начнут писать статьи, когда они начнут получать деньги, что будет после этого, ну потому что инвайт это мы с вами раздали, и как бы авторы пришли, и они тоже будут не забесплатно работать, но денег-то как останется фиксированное количество, рекламодателей останется фиксированное количество, а деньгами, скорее всего, придется делиться. И вот придется ли нам с вами делиться деньгами, ощутимо ли это будет для нас с вами или не ощутимо, мы посмотрим в следующих месяцах, даже можно сказать не в следующем месяце, а в следующих месяцах, потому что нужно смотреть в долгой перспективе. Ну а максимальный рекорд заработка, которым часто хвалятся авторы, там на Яндекс.Зен, которые показывают, что заработал там 10 тысяч, 15 тысяч, ну это конечно красивая картинка, это конечно привлекает, люди смотрят, хотят как бы их мотивировать, это они хотят также зарабатывать, ну 12 тысяч это месячная зарплата в регионах некоторых, если вы не знали. То есть я родом из города, где 15 тысяч в месяц считается прям, ну не хороший, но такой более-менее стандартной нормальной зарплатой, люди получают там работы в магазинах, ну не 12, 15 ладно, у меня товарищ один получал работы в магазине, 15 тысяч, другой товарищ работал на заводе за 15 тысяч делал детали, что самое интересное, он потом устроился дворником и стал получать больше чем 15 тысяч. Ну это так, лирическое отступление. Ну собственно этот прием с максимальным заработком часто используют просто для того, чтобы пустить пыль в глаза, очень часто для того, чтобы например продать свои курсы, скажем, если вам кто-то говорит, что заработал огромную сумму, это не значит, что он врет, но стоит у него спросить, а сколько у него вообще вышло за месяц. Возможно он только начал вести канал, возможно у него нет никаких особо успехов, но тут у него выстрелила, скажем так, одна какая-то статья, набрала большое количество дочитываний, ему пришел разово какой-то большой заработок, какая-то сумма денег и он уже записал видео, не показывая остальные дни, показывает, что именно в этот день у него большой заработок и он говорит, что у него вообще всегда такой заработок. Если посмотреть другие дни, то скорее всего там ничего интересного и не будет. Так что перед тем, как покупать у кого-то курсы, а таких вот продавателей курсов просто дофигища, они показывают свой успех и не показывают неуспех, стоит смотреть длинный промежуток времени, вот. Да и вообще, если честно, все эти курсы, продажи каких-то секретов, она, ну по своей сути, полная фигня, не надо покупать никакие курсы. Я это говорю не потому, что я не продаю никакие курсы, а просто везде в основном какая-то вода, вам говорят, пишите больше, пишите лучше, это как бы не только техподдержка говорит, в этих платных курсах примерно та же самая информация. Как написать хорошую статью, придумайте хороший заголовок, вот блин, я не знал, офигеть, спасибо за совет. И вот такие советы аккумулируют в одну какую-то программу и продают за какие-то сумасшедшие деньги. Об этих всех курсах я уже записывал в видео, в подсказках его прикреплю, вот. В общем, не ведитесь, не покупайте всякую фигню. А с вами был Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, до новых встреч, пока, на инстаграм тоже подписывайтесь.